Коллекционирование по праву можно считать одним из самых распространенных хобби в мире. И каких коллекций только нет. Кто-то собирает почтовые марки, кто-то произведения изобразительного искусства. Встречаются и такие, кто не покинет курорт, не захватив горсть песка с пляжа. А вот Максим Малец коллекционирует кое-что более нестандартное и масштабное. Стадионы. Нет, он их не скупает и не конструирует. У этого увлечения даже есть отдельное название – граундспотинг. Как этот процесс выглядит и каким образом тот или иной стадион попадает в коллекцию коллекционеров? На самом деле все намного проще. У меня изначально были значки, футбольные значки, которые продаются только на стадионе. То есть, соответственно, одно хобби превосло в другое у меня из-за того, что я просто искал фан-шопы, официальные магазины, каждого конкретного клуба именно на стадионе. Стадион, конечно, с собой не увезешь. В коллекцию отправляется атрибутика и фотография. Но главное остается в памяти. Прочувствовать атмосферу, дух стадиона для Максима самое главное. Причем речь именно о пустых спортивных сооружениях. Я всегда беру пример Колизей в Риме. То есть, почему люди именно интересуются пустыми какими-то объектами спортивными. Например, как в Риме, в Колизее там ничего в принципе не происходит. Но ранее там была история, то есть там были сражения гладиаторские, да, то есть там дух пустой арены. Своему увлечению Максим уже посвятил более 10 лет. Отправляется ли в отпуск или же выпадает возможность просто на несколько дней уехать из столицы. Первым делом стадионы, а уже потом все остальное. Конечно, в коллекции есть любимый стадион. Барселона, да, стадион Корнелли Эль Прат, это вторая команда Барселоны Испаньол. Я бы вообще удивился, что есть команда, у которой 45-ти стадион, на которую в принципе мало кто ходит. Потому что весь город болеет за Барселону, за Месси. Оказалось, есть вторая команда, где-то там на отшибе города, живущая в стае попугаев зеленых. И как-то я такая романтика была. Я много раз просто там был в Барселоне, да, и каждый раз шел на этот стадион. Прежде чем попасть на стадион, Максим заранее договаривается с руководством. История в мадридском Висенте Кальдерон исключение исправил. Взяли платную экскурсию на Сантьяго Бернабео, то есть официально, легальную. И, сходив на нее, решили поехать в другой конец города. Я видел, ну, обходя стадион, фотографируя его, я видел, что ворота открыты внутри стадиона. И заглянув туда внутрь, я видел, что там еще один ворот открыт. То есть я прямо насквозь видел именно возможность пройти на поле. Как зомбированный там проскочил, фотки остались, да. И быстренько сделаю несколько фотографий, селфи, что я там пробрался на огромный 45 тысячный стадион. Отправив в коллекцию впечатлений от десятков известных стадионов столицы и зарубежных арен, Максим обратил внимание на регионы России. Ближайший к столице Московской области символично универсальный спорткомплекс Подмосковья. Один из лучших в регионе, расположенный в Щелкове. Максиму выпала возможность побывать в УСК и узнать о его истории, богатой на спортивные события в масштабах страны и мира. Стадион «Спартак» носит имя легендарного комментатора отечественного спорта, а вместе с тем преданного «Спартаковца» Николая Озерова. Для многих поколений Щелковцев это место имеет особую ценность. Это память о детстве и юности, различных соревнованиях, дружеских встречах, легендарных играх и великих спортсменах. Сам Лев Яшин однажды здесь стоял на воротах. Это легендарный стадион. Здесь Лев Иванович приезжал, Стрельцов, Эдуард, ну торпеда приезжали ветераны. Здесь «Спартак», «Динамо». Даже наш судил местный судья, его даже удалил, а потом его все зрители попросили опять вернуть. Все на Стрельцову пришли. Стадион имеет соответствующий статус для проведения международных соревнований. Здесь в 1998 году проводились всемирные юношеские игры. В 2006 чемпионат мира среди женщин до 20 лет. Важная веха – эпоха знаменитого Щелковского «Спартака», который выступал во второй профессиональной лиге чемпионата страны по футболу. Игры «Спартака» собирали полные трибуны в конце 90-х – начале 2000-х годов. Манеж универсального спортивного комплекса – сооружение, подобного которому больше нет нигде. В отличие от других, в большинстве своем типовых дворцов спорта манеж построен по уникальному проекту. Конструкция кровли, клеи деревянные фермы с полуарками. Открытие состоялось в 2003 году. Манеж стал вторым домом для щелковских спортсменов, которые проводят здесь свои тренировки с самого утра до позднего вечера. Это площадка соревнований окружного, областного, всероссийского и международного уровня. Много лет подряд здесь проводился финал масштабного всероссийского проекта «Минифутбол в школу». А в 2021 году – игры группового этапа чемпионата Европы по минифутболу. На этом паркете удачи. Наша сборная показала великолепную игру, став безоговорочным лидером в группе, обыграв с большим отрывом команды Грузии, Армении и Франции. Учитывая, что здесь играли легендарные футболисты, прямо ощущается, что здесь когда-то были былые баталии. И то, что Лев Яшин сюда выходил, это просто сразу этому стадиону можно пятерку ставить. В манеже, в закрытом, я ощутил себя реально. То есть в Скандинавии и, скорее всего, в следующий раз, когда здесь будет какая-то игра, я обязательно отреду и уже посмотрю атмосферу со зрителями. Универсальный спорткомплекс Подмосковья стал сотым юбилейным спортивным сооружением коллекции Максима. Конечно, в планах посетить как можно больше стадионов и спорткомплексов в разных регионах. Возможно, увлечение Максима станет для кого-то примером. И совсем скоро мы узнаем о целом движении людей, которые с большим интересом посещают спортивные площадки страны. Запечатлевая на камеру мобильного телефона и, главное, в памяти. Яркие и волнующие для них моменты. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.